В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. Десятки самарцев пытаются получить свои автомобили или хотя бы вернуть заплаченные за них деньги. Все они стали жертвами недобросовестного автосалона Азерс Моторс Самара, дилера компании Рено. Как рассказывают потерпевшие, автомобили и ПТС им обещали отдать через несколько дней после оплаты. Срок варьировался от 5 до 50 дней. Но авто так и не дождались более 80 человек. В конце прошлого года компания Рено отозвала дилерство у недобросовестного автосалона. Машину уехали, долги перед людьми Азерс Моторс Самара остались. Наш корреспондент разбирался в ситуации. Ирина Львовская и Анжелика Наумова – товарищи по несчастью. Составляют очередные иски в суды. Для Анжелики автомобиль не роскошь. Ездить на работу и навещать пожилых родителей приходится через весь город. Старенькую «восьмерку» давно пора менять. Новую машину приобрела у официального дилера автосалона Азер Моторс. Оформили кредит в Рено-банке. Тот перечислил деньги. Продавцы заверили, забрать автомобиль можно будет через несколько дней, когда придет ПТС. Сразу был вопрос по поводу того, что у нас у всех, у покупателей, договор купли-продажи составлен едино. Но мы якобы все ждали прихода машины. То есть мы пришли, машина была на витрине. Я в ней сидела, я ее смотрела. Я машину никакой не ожидала. Машина была. В такой же ситуации Ирина. Деньги за машину заплатила, но через указанный в договоре срок ни ПТС, ни авто не получила. Взяли автомобиль 11 октября и у нас было по договору 50 дней поставки автомобиля. Мы думали, что автомобиль вот он стоит, вроде бы сейчас придет ПТС, но даже через 50 дней эта ПТС не пришла. Таких потерпевших мы узнали более 90 человек. Есть люди с марта, апреля, кто ожидает свои автомобили оплаченные. Менеджеры Азер Моторс продолжали кормить покупателей обещаниями. А 12 декабря уже купленные машины из автосалона вывезли. Компания Рено отозвала дилерство у горя автосалона, а Азер Моторс на заводском шоссе в Самаре закрылся. Люди остались ни с чем. Обманутые покупатели обращаются в полицию, прокуратуру. Однако пока ситуация с мертвой точки не сдвинулась. Автосалон закрыт. Поговорить с кем-то из персонала нам не удалось. Под приветливой надписью «Добро пожаловать» людей встречает вот такая белая бумажка, на которой мелким шрифтом написано «Автосалон временно не работает». Причем не работает он с 18 декабря. Между тем, когда наша съемочная группа подъехала к автосалону, за стеклом мы увидели примерно четырех человек. Но завидев камеру, они испугались и поспешили скрыться. Телефоны автосалона не отвечают, сайт не работает. Где сейчас находятся оплаченные автомобили, покупатели не знают, хотя многие продолжают исправно платить кредиты. Прокуратура Самарской области провела проверку по обращению одного из покупателей. В связи с наличием признаков нарушения требований правил продажи отдельных товаров по образцам, в настоящее время управлением Роспотребнадзора по Самарской области в отношении ООО «Заер Моторс» проводится административное расследование, по результатам которого будет принято решение о мерах административного воздействия. Официальный сайт главного управления МВД по Самарской области сообщает, что уголовное дело по факту мошенничества возбуждено и передано в отдел по расследованию преступлений. В мошенничестве подозревают неустановленного сотрудника автосалона. Как удалось выяснить самим пострадавшим, автосалон не переводил деньги за автомобили компании-производителю. Куда они делись, неизвестно. Около 50 пострадавших написали заявление в полицию. Поскольку автосалон уже не дилер компании «Рено», людям советуют писать иски в отношении ООО «Заер Моторс» о возврате денег. К слову, случай в Самаре не единичный осенью 2014 года. Свои машины от дилера «Рено» не смогли получить жители Архангельска. К штрафу в 200 тысяч рублей суд Самарского района приговорил бывшего декана Самарского государственного технического университета Леонида Альбитера. Напомним, его обвиняли в мошенничестве. По данным областного управления ФСБ в ноябре прошлого года, мужчина получил 650 тысяч рублей от знакомого бизнесмена. Взамен пообещал тому решить возникшую проблему с законом через якобы знакомых в правоохранительных органах. В момент передачи денег Альбитера задержали. Тогда мужчина заявил, что деньги у предпринимателя просто взял в долг. Злостных неплательщиков алиментов уже начиная с этого года могут временно лишать водительских. Нововведение как стимул заставить людей погасить задолженность предложили судебные приставы. Сейчас законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Контроль над ситуацией планируется осуществлять совместно с ГИБДД. В случае, если водитель-должник откажется отдавать права приставу, он будет оштрафован на сумму до 2500 рублей. Если и дальше будет скрываться, данные о нарушителе попадут в базу МВД. И на первом же посту ДПС его смогут задержать инспекторы, при этом не нарушая конституционных прав человека. У нас такие вопросы были по запрету на выезд должника. Тоже говорили нарушение прав человека, дошли до Верховного суда, никакого нарушения нет. Прежде чем думать о своих правах, он должен открыть конституцию и посмотреть свои обязанности. Если человек не платит, ну не буду его по-плохому называть, своему ребенку, если из этого ребенка непонятно, что вырастет, потому что у него нет денег, он постоянно на улице, то такой человек сам себя лишает определенных прав. В прошлом году с алименчиков в Самарской области судебные приставы взыскали более 500 миллионов рублей. По фактам уклонения от уплаты алиментов было возбуждено почти полторы тысячи уголовных дел. Впрочем, судебные приставы готовы и помогать алименчикам. В прошлом году через центр занятости приставам удалось устроить на работу две сотни неплательщиков, некоторые из которых уже в статусе бывшие. Невнимательность на дороге едва не стала причиной серьезного ДТП. Автомобиль с регистратором движется по улице Советской армии в Самаре. В какой-то момент водитель, впереди идущего внедорожника, не убедившись в безопасности маневра, решает перестроиться в правый ряд. Чтобы избежать столкновения, водитель машины с регистратором выкручивает руль, и автомобиль оказывается в сугробе. Еще одно ДТП, причиной которого стала спешка. Авария произошла на пересечении Ново-Вокзальной и Карла Маркса. Водитель Лады Гранте, в котором установлена камера, подъезжает к перекрестку. В этот момент, не пропустив встречный поток, налево пытается повернуть в Азовское 12-е. Столкновения избежать не удается. В Самаре подростки избили сотрудника трамвая на троллейбусного управления. Инцидент произошел на пересечении Киевской и Тухачевского. Вандалы пытались изрисовать один из трамваев баллончиком с краской. Водитель пытался их остановить, за что и был избит. Сейчас поисками беспредельщиков занимается полиция. А вот в районе парка Щерса драку затеяли около 20 подростков. По данным очевидцев, ученики одной из местных школ проводили так называемый обряд посвящения футбольной фанаты. В ходе потасовки несколько человек получили серьезные травмы. Двоих участников даже пришлось госпитализировать с переломом челюсти и травмой головы. В подробностях инцидента сейчас разбираются правоохранители. В отношении двух участников драки возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Чтобы подобных ситуаций было как можно меньше, а помощь приходила вовремя, нужны те, кто сможет ее оказать. В Самаре в поселке Крутые Ключи открыли новый, первый в микрорайоне участковый пункт полиции. Пока в нем будут нести службу только 10 сражей порядка. Подробности в нашем сюжете. Более 55 тысяч человек. Население микрорайона Крутые Ключи. Цифра немалая, а значит должны быть и те, кто сможет прийти на помощь его жителям в любое время. В прошлом году на территории микрорайона было зарегистрировано более сотни преступлений, а помощи приходилось ждать из ближайшего отдела полиции в поселке Мехзавод. «Если говорить о характеристиках преступности, в основном это кражи, кражи из автомашин, кражи граждан, кражи из квартир. Есть определенные проблемы с безопасностью дорожного движения, есть определенные проблемы с нарушением миграционного законодательства. В целом, я думаю, то подразделение, которое сегодня начинает здесь функционировать, оно способно решить эти все поставленные мной проблемы». С сегодняшнего дня в пункте полиции службу будут нести пять участковых уполномоченных, два инспектора отдела по делам несовершеннолетних и трое оперуполномоченных уголовного розыска. «В любом случае нужно, если есть какие-то проблемы, чтобы можно было обратиться. Так что очень даже хорошо, что придумали это». «Полиция – это, во-первых, официальный орган, и внутри, в микрорайоне нам спокойнее». В церемонию открытия пункта полиции принял участие и депутат Госдумы Александр Хинштейн. В будущем охранять общественный порядок в микрорайоне полицейским помогут и народные дружинники, заявил он. «Полиция сегодня во многих местах находится в двух-трех часах езды. А задача-то наша – сделать наоборот так, чтобы никаких сложностей у людей во взаимодействии с полицейским не возникало. Чтобы по первому звонку, по первому обращению сотрудники немедленно приходили на помощь. Помощь нужна именно тогда, когда она нужна». Кроме того, уже через несколько месяцев в центре микрорайона «Крутые ключи» планируют открыть полноценный отдел полиции. Сейчас для него подыскивают подходящее место. А мы напоминаем, если вы стали очевидцем того или иного происшествия, свои фото, видеозаписи и комментарии к ним вы можете прислать на наш электронный адрес sdsobaka.samaragis.ru Лучшие из них попадут в эфир программы «Сыскное дело». На этом я с вами прощаюсь. Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Продолжение следует...